Ё-моё! Бл***ь! Дай мне палец вот этот! Вахти, ё-моё! Вахти! О, ё-моё, вот это сюрприз-то, б***ь! Что это, б***ь? Ты прям духлая, прям у тебя... Вот так вот... Да всё, Яночка, всё! Спать, спать! Алё, да, да. Время-то уж 20 минут сижу, тебя жду. Я тебе звонила, между прочим, два раза. Всё, давай, у меня опоздание больше 15 минут, откарается. Ой, клиентка опаздывает уже на 18 минут. Сегодня суббота. Я вообще по субботам как бы не планировала работать, но после Нового года решила поэкспериментировать и брать по одному клиенту в день, чтобы меньше уставать, чтобы больше времени и силы оставалось на монтаж. Но вот по факту не получается. Получается, что я опять сейчас работаю без выходных и по субботам, по воскресеньям, и уже вот 11 дней без выходных. Вчера, значит, ну делаю себе ногти-то по одному, вот как вы мне пишите, по одному. И чего? Вот вчера приготовила курицу. И так обидно. Свой новенький маникюр запорола. Вот эта вот приправа, она объедается надолго. Собака был беленький, красивый ноготь, а теперь поносного цвета. И когда я вот эти доделаю, у меня уже вот эти вот подоспеют. Получается, что еще надо кого-то отсеивать, потому что у меня не остается времени. Ой, а кого отсеять-то? Вроде все остались такие нормальные. А я потому что сама хожу, как Баба Яга. Дома вы были только почти в 7, поэтому я завела будильник, но я не смогла. Ужас летящий на крыльях ночи. Она не только ногти, она еще и ноги ломает. Да, и все ломает. Пришла, хромает. Скользнулась, упала. Ногтей нет. А ты, кстати, не нашла вторую часть-то? Нет еще? Кальмара второй части еще нет? А я не знаю, я у тебя спрашиваю. Ну, то есть нету, да? Всем привет! А я вот все думаю, кто же первый начнет ругаться матом на Ютубе. Все такие культурные, что мне прям даже стыдно бывает при монтаже, когда я включаю диалоги с клиентами. Но один раз я попала в Инстаграм на трансляцию одного мастера и услышала, как она материлась. Поэтому как бы это нормально, девочки. Нет, на самом деле я очень против мата. Но дело в том, что когда все вокруг ругаются, то волей-неволей на подкорку вот эти слова записываются, и в экстремальные такие моменты они выскакивают сами собой. Вроде бы и не хочешь ругаться, но они сами вот как-то вылетают. Вот, например, вчера у меня сидела интеллигентная женщина на маникюре. Мы смотрели сериал «Казанова» 2021 или 2020 года. Кстати, советую посмотреть, интересный. Так вот, там показывали мужика от петого негодяя. И она забылась, что она на маникюре-то сидит. И она как «давай его матом поливать». А мне так смешно стало. Я как раз монтировала вот это видео с матными словами-то. Ещё так себя винила. Думаю, вообще выпускать это видео или не выпускать, как мастер матерится во время маникюра. А потом услышала, как она смешно материт главного героя, что мне прям отлегло на душе. Вот такие важные дела, блядь. И едут делать толкашу, блядь, с бутылкой водкой. Угу. Покупать оборудование, блядь. И едут в Германию. Ну, пиздец, блядь. Хотя, повторюсь, я, конечно, против мата. И против того, чтобы на маникюрных каналах он начал звучать. Но объясню ситуацию, почему так происходит. Представьте поезд или электричку, которая едет 3,5 часа. А именно столько у меня занял выкладной френч. Вот, например, мне надо доехать до Москвы и обратно. И вы представьте, всю эту дорогу, всё это время вы должны играть с клиентом, ну, или с собеседником. Например, в камень-ножницы-бумага. При этом у вас есть возможность только 2 раза повернуть голову направо, 2 раза повернуть голову налево. Всё остальное время не поднимая головы. В общем, у мастера это создаёт нервную обстановку, напряжённую. И когда у него что-то не получается, то происходит выплеск эмоций. Неудобно, руки берут, вот так вот. Равняйся, смирно. Равняйся! Ё-моё, палец. Не могу. Спасись, блядь. Дай мне палец вот этот вот, я не могу. Эти вот остальные мешаются. Молодец! На лев! Курок! На лев! Курок! Раз! Стой, тверь! Выше! Вот так! Молодец. Судя по описаниям, местный аферист вообще не похож на московского Казанова. Казанова? Пускай от всех этих различий. Неудобно. Не знаю, какие дискусства у меня. Затра я поеду местным аферистом, как будешь свернуть. Хорошо. Надо бы все ровно поставить, таблетки. Да что ты все слушаешь? Да не знаю, я вот держи вот так, не шевелись все. Я уже и так, и сяк, и ды, и эдак. Тут неудобно как-то, а то ли на баре вот руку вот так. Не знаю, как-то рука неудобна. Как скажешь, так и положи. Не шевелись все. Тиски вот сюда ставить, руку в тиски вот так зажимать, чтобы не двигать руками. В общем, клиентка ходила на день рождения, всю ночь гудела, пришла только под утро домой и опоздала. И сидела у меня на маникюре, значит, засыпала. Руки у нее были как на шарнирах. Мне прямо было как-то сложно подставлять форму. У меня там еще ногти отросли до небывалой длины. Может быть, это еще сыграло роль. Мне почему-то вообще неудобно было ставить эти формы. Я вся измучилась, начала психовать. Перед другим клиентом я бы ругалась про себя. Но я эту клиентку знаю, ей, в принципе, пофиг на мои эмоции, поэтому я начала ругаться вслух. Еще и для того, чтобы ее разбудить, потому что она сидела, засыпала у меня. В общем, при съемках этого видео ни один клиент не пострадал. Я же знаю, с кем можно ругаться, с кем нет, кто обидится, а кто нет. Вообще, выкладной френч – это нелегкая такая работа. Не сравнить с просто покрытием гель-лаком. И мастер уже, когда только садится за работу, ну, например, я знаю, что мне предстоит долгая и напряженная работа, требующая от меня концентрации. То есть я с самого начала уже напрягаюсь, потому что понимаю, что мне сейчас 3-3,5 часа-4 сидеть в напряжении. И когда вдруг неожиданно гаснет свет, конечно, вылетают всякие ненужные слова. О, я мать, вот это сюрприз-то, блядь. Что это, блядь? Вот это сюрприз. А, чего? У меня какая-то розетка отошла. Я, наверное, пнула что-то. Вот. Ты меня не пугай. Лампа выключила? Вот это был бы номер. Не знаю. Где они наши такие здания стали? Они прям реально их нашли. В Александровой, наверное. Да, конечно. В Струнино, например. Да, в Струнино там тоже. Ну, какое-то, хоть какое-то, скажи мне здание. Ты вообще ничего не ешь, что ли? Как калории считаю. Я кончирую. Выдели, скоро плечи дадут. Ну что, заметно, да? Вообще. Ты прям духлая. Прям у тебя вот так вот. Как приятно слышать. Так это, я же тебе вроде говорила, что я калории считаю. Ты смотришь, товарищ луковник. Нет, ты мне говорила, что ты на какой-то кето-диете. Нет, это было сто лет назад, и она не помогает. Не помогает. Там все равно надо калории. Даже если ты на кето, все равно нужно считать калории. Потому что если ты съешь калорий больше, чем надо, ты не покудеешь. Основной это калории. И как ты считаешь калории? И что ты ешь вообще скажешь? Я тебе скину видео, чтобы вы не будете. Я все равно не буду пользоваться. Ну, скинь. Просто ради интереса. Вот видите, я орала, орала на клиентку. Она вовсе и не обиделась. А то я знаю, мне сейчас многие начнут писать, фу, какая я грубая. Ну, еще раз повторюсь, я же вижу, с кем я общаюсь и с кем можно. Так разговаривать, с кем можно выплескивать эмоции. Кому-то это даже на пользу пойдет, чтобы клиент встрепенулся и перестал засыпать. А с кем-то я уж, конечно, так себя не веду культурно и вежливо. А вот, кстати, фрезой цилиндр хорошо подчищать бортики для улыбочки. И я вообще снимаю шляпу перед теми мастерами, кто делает вот такие выкладные френчи. И у них получаются ровные улыбки. Потому что в этот раз я вообще-то старалась сделать их ровно. Но указательным пальцем у меня все равно она уйдет в сторону. То ли я опил неправильно сделала, то ли не знаю чего, то ли уже усталость сказалась. Потому что все-таки несколько часов напряжения сидеть, это дает о себе знать. Ну вот представьте, дети пишут диктант в школе 45 минут, и под конец уже утомление возникает. А вы попробуйте пописать диктант 3,5 часа. Вот какое у вас будет в конце состояние. Я так подозреваю, что те, которые в Инстаграм выкладывают такие вот красивые ногти, прямо супер-пупер, возможно, что они делают это с перерывами с какими-то. Потому что вот эту работу я делала без перерывов, вот как села, так и встала. Пару раз я только голову отворачивала, розеточку там поправить или за красочкой упавшей нагнуться. Кто там? Скакала, бежала? Бежала. Не такой фильм душевный получился. Вот эти песни старые, советские, обстановка, вот как в 70-х, 80-х годах. Там и посмеяться есть, поэтому можете включать своим клиентам смело. Итак, выкладную френчей я сделала полигеля All Star. А линию улыбки покрываю прозрачным гелем. Пробовала прозрачным полигелем, но он мутный и блеск заглушается. А хочется, чтобы блесточки все-таки поярче блестели. И ногтевое ложе у клиентки короткое. Здесь я нарастила, по-моему, больше, чем двойную длину. И в начале, может быть, вы видели отслойки, это, скорее всего, провоцируется тем, что такую длину она уже не выдерживает. И чтобы сделать ногти потолще, а я убеждена, что ногти потолще носятся лучше, выдерживают удары хотя бы. В общем, здесь я наношу вместо топа гель Фиоре. Выравнивающим слоем, естественно. Топом сверху я не буду покрывать, потому что этот гель имеет прекрасный блеск сам по себе. И заодно я дополнительно еще укрепляю стрессовую зону, не сильно утолщая ногти. Конечно, когда я дошла до выкладки стресс, у меня уже глаза были в кучку. И клиентка уже умоляюще смотрела на меня сквозь прикрытые веки, прося побыстрее закончить работу. Но тут она достает из-под стола скотч, на который наклеен клок волос. Вы что, смеетесь? Это что у тебя? Не трогай. Что это такое? Это твои волосы. Это не мои волосы? Не твои волосы? Нет. Какого фига это мои волосы? Это твои волосы? Ну и что оно? Это не мои. На пол тогда это я говорю. Здесь у меня вот так туда, в ламку давай. В ламку руку давай, твою мать! Спасибо большое. Не, а ты знаешь, что я оттуда? Ну что? Дай сюда. На. Что это вообще такое? Приклеена на скотч. Спасибо большое. Он у меня приклеен. Ну? Так как клиентка сидела и, видимо, приклеилась. Ну, даже страшная картина скальпеля на скотче с волосами не встрепенула клиентку. Она все равно настоятельно просила отпустить ее поспать. Да все, Яночка, все. Спать, спать. Поэтому бульон был накидан кое-как. Но все равно же вышло красиво. Успокойте мою душу. Напишите в комментариях, вы тоже ругаетесь матом хотя бы про себя во время работы. Но я все-таки надеюсь, что он уйдет из нашей культуры. Мат я имею в виду, потому что даже дети ругаются. Это просто какое-то безобразие. Мне это не нравится. Нужно искоренить его из нашего подсознания. Некрасиво. И на этом я с вами прощаюсь. Желаю красивых ноготочков, спокойной работы, легкой, творческого вдохновения. Всем пока. Ну все, ладно. Слава Богу, спасибо. Слава Богу, спасибо.